Всем доброе утро! У нас, к сожалению, сегодня опять передают прогноз погоды, что дождь, грозы и так далее. Был момент, когда погода распогодилась, и мы такие, надо все-таки идти. Хотя, когда мы уже собрали вещи, то опять начался дождь. В итоге мы сейчас решаем пойти на достаточно невысокую гору, называется Носаль. Собираем вещи, покажу то, что мы с собой взяли. Телефон, запасные носки, экстренные случаи зажигалка, карта гор, вода, консервы, тунец, кофта, два протеиновых батончика, дождевик и на всякий случай пакеты, если промокнут ноги. Интересный факт, мы сейчас выезжаем к горе Носаль, и недалеко от этого места на карте показывают сильные грозы, уровень опасности красный. Мы приехали на паркинг, который находится уже... это максимально близкий паркинг, чтобы подняться на гору Носаль. Паркинг бесплатный. Честно, не верю в это. Пошел небольшой дождик, мы уже решили одеть дождевики, чтобы полностью не промокнут. Посмотрите на человека, который собрался в горы, с зонтом стоит просто. Главное в белых штанах. Отойди, дай пройти. В белых штанах, понимаешь? Верняка там люди идут. Ну что? А мне что сделать? Статистика? Дождь идет. Он просто такой сильный, капец. Из-за дождя дорожки очень скользкие. Недалеко от нас гремит. Очень видно, что там темное, почти черное небо. И достаточно сильно слышен гром оттуда. Дамы и господа, Валенсиага Показ 2021. Музыка пошла. Подошли сейчас к указателю, где написано, что до начала идти 55 минут. Снимаем дождевики, потому что пока солнышко. И выдвигаемся прямо туда. Оказывается, что тут на входе пришлось заплатить за билеты. Мы заплатили 3,5 злотых человека, потому что взяли как студенческих, хотя у меня уже его нету. Погода опять ужасная, потемнело жестко. И будет сильный дождь по ходу. Может, назад? Может, в долину поедем? Я не стучу, пожалуйста, не смею. Легко. Легко. Закончилось. Закончилось. Народа очень много. Давайте ручку. Ну, опасно, на самом деле. Сточные камни, еще мокрые. Наш скалолаз решил не выбирать легкий маршрут и пошел по-другому. Как подъем? Подъем легкий, правда? Главное, не быстренько идти. Небольшой лайфхак для вас. Берите Coca-Cola в горы, потому что сахар восстанавливает быстро вашу энергию. На самом деле подъем красивый, потому что гора как бы не сильно высокая. Но очень много таких небольших смотровых площадок, в которых открываются очень красивые виды. Двигаемся дальше. Как тебе? Хорошо. Надо раздеваться. Жарко. Очень жарко. Погода очень переменчивая, правда? То сильный дождь, то солнце, то холодно, то жарко. И это все меняется в районе 30 минут. Как раз-таки про такие смотровые площадки я вам говорил. И они достаточно часто. Например, мы сюда с Дашей вышли. Там внизу площадочка. А вон Паша с Вероникой идут. Белая розовая майка. Даша, обалдеть. Ты что так зашла? Мы уже очень-очень близко к вершине. Тут подъем уже не тяжелый. Достаточно легко идти. Как всегда, красивейший пейзаж. Там, где много народа, тогда и будем подниматься. Уже осталось совсем чуть-чуть вот этот отрезок. Вот мы уже на самой верхушке. Очень много людей. Ну что, ребят, вот мы уже на самой-самой верхушке. Что, Даша, кайфово сидеть так на обрыве тебе? Не страшно. Не страшно? В итоге, гора на Сау, 1206 метров. Однозначно ее рекомендуем всем тем, у кого проблемы со здоровьем, кому тяжело подниматься. И вообще, кто просто не любит высоко и боится подниматься. Маршрут очень легкий. 40 минут подъема. Участков тяжелых, в принципе, тут почти не было. Единственный минус в том, что были скользкие камни из-за того, что мокро. А так маршрут реально очень легкий и однозначно гораздо легче, чем сарня скала. Наклон меньше, чем у сарни скала. Там вы по ступенькам идете наверх, а тут он постепенный такой, плавный. Поэтому однозначно рекомендуем всем подняться на эту гору. Поднялись на горы, сейчас надо обязательно покушать, поэтому я взял себе тунца. Мы надеемся, что этот тунец не испортился, когда у нас машина стояла на жаре целый день. Еще несколько дней назад. Запеченный тунец, да? Консервы были, да, просто горяченные. Поэтому надеюсь, что он будет нормально. Но вроде бы в масле. Надо кушать тунец, когда это с видом на горы. Кусто. Очень вкусно. У оператора гуляш ангельский. Вот, это все, естественно, без рекламы. Хотя, сколько тебе заплатили за рекламу? Ну, смотрите, гуляш ангельский, лучший гуляш в польских закопанах. Грязный консерв просто привязывал к рюкзаку, чтобы не провонялся рюкзак. Положили в пакетик. Очень важно забирать мусор всегда с собой с горы. Мы уже начали спускаться и решили спуститься по другой точке. Прижмись, прижмись. Прижмись. Присядь. Присядь. Это за час. Камни уже сухие. Мы когда спускались с первой горы, то у Пашки нагрузка была сильная на колено. И они ему начали сильно болеть. Режут сильно колени. Поэтому он надел себе эластичный бинт. Купил в аптеке. Поэтому лучше в горы с собой возьмите на всякий случай. У некоторых людей при спусках, да, могут колени болеть, чтобы намотать. Примечательно то, что после сильной влаги и сейчас солнце нагрело, то тут на высоте, когда спускаемся, очень сильно парит. Прям как в парилочке. Такая сильно-сильно влажность. И очень горячо. Спускаться по этому маршруту, конечно, гораздо легче, чем по тому, где мы поднимались. Потому что тут, первое, плавный спуск. А во-вторых, очень много таких вот деревянных балок. Мы сейчас находимся на высоте 1103 метра. Носалова Шеллендж. Идем туда вниз. Кузница 30 минут показывает. Зеленый маршрут. В сторону Кузницы очень простой маршрут. Идем по лесу. Не жарко, прохладненько. И очень легкая дорога. Что, ждите комментарии, молодой человек? Очень-очень хорошо идет все. Идеальная погода, идеальная дорога. Получается, что мы были на той вершине. И вот так спускаемся, спускаемся вниз. Даша поднимает штангу. Ну вот и все. Мы уже спустились с горы. Спуск был очень-очень простой. Поэтому, если будете приезжать в Закопаны и хотите разогреть свои ножки, обязательно сюда приезжайте. Маршрут вот такой. Виды красивые. И очень-очень легко. А спустились мы, кстати, к месту, где позавчера спускались в Казпрово вверх. Там отъезжают бусики. Ну как вода. Да. Холодненькая горная вода. Спасибо за спуск. , по-другому, по-другому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Алексею Дубровскому Холодненькая горная вода.